Мир вам и Божье благословение! После Прощенного Воскресения начинается первая седьмица или неделя Великого Поста. Она наполнена особыми молитвами, богослужениями. И напряженность достигает своего верхнего, скажем так, доминантного основания в день воскресный после прохождения, молитвенного прохождения и особого строгого поста первой недели. Как правило, понедельник, вторник, среда, кто может, только пьют воду, а так, конечно, по здоровью. И, наконец, подходит суббота, причащаемся святых даров за литургией Иоанна Снатоустова, а воскресенье – Василия Великого. И вот это воскресенье называется торжество православия. В этот день свершилась победа православных христиан над ересью иконоборчества и ересью изменения даже устоев церкви. В этот день Федор студит в Константинополе, совершает крестный ход с иконами и идет с этого момента на убыль. Еретическое движение, и православные побеждают все, что их разделяло и что им насаждалось силою. Дай, Господи, чтобы первую седмицу прошли достойно и достигли участием своим и в торжестве православия. Это очень для верующих людей важный генеральный день, утверждающий правоту нашей веры. Бывает ли, что человеку не заштыкается? Или это заблуждение? Да, бывает. Когда человек по состоянию своей души, по состоянию своей жизни не ощущает себя грешником, а никто и не призывает. Дело в том, что покаяние означает изменение жизни. Если вы каждый день изменяете жизнь и уподобляетесь ангельскому образу жизни, если вы уже утратили чувства человеческих недостатков, зависти, гнева, обиды, жадности и множество, что можно сказать, то тогда вы точно святой или святая. А так мы чувствуем в себе недостоинства, которые нас глощут, еще и придумываем. Поэтому покаяние начинается с исповеди, когда мы идем к священнику, а он свидетельствует, что мы действительно ищем покаяние. Так что сама жизнь наша все время требует, чтобы мы очищались. Даже если ничего дурного не творим, то соприкосновение с миром часто уводит нас и от Бога, и от святости, и нарушает морально-нравственные законы. Так что каяться изменять себя нужно постоянно, как постоянная величина. Даже тоска, печаль – это уже греховное явление. То есть преступное. Человек невольно начинает себя убивать горечью своей, недовольством своим. Помоги Господи, и каяться нужно. Как поступить с венчальными свечами, которые лежат уже много лет? Пойдите в храм и поставьте за здравие, если вы живы, или если кто один из супругов ушел в мир Господний, то тогда надо поставить венчальную свечу там, где поминают усопших, или к распятию. А если живы, то в центре храма в воскресный день поставить, перекреститься, и Господь примет вашу жертву, и еще будете долго жить и радоваться. Мир вам и Божье благословение! Как правило, свеча – это жертва, а когда люди заключают брак, они жертвуют друг другу, сами себя. и тогда складывается единая, счастливая семья. Не без трудностей, но единая. И вот свеча об этом напоминает, именно о присяге в этой верности. Но проходят года, и тогда нужно благодаря Богу поставить свечи в храме. Будем сами мы, как свеча, также жертвовать сами собой, для других людей, для семьи, для счастья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова